Башкиры Исследования последних лет выявили непрерывную историческую связь Башкир с древнейшим населением Южного Урала Каменного века. Согласно исследованиям археолога Вячеслава Котова, сюжет палеолитических рисунков пещеры Шульганташи и башкирского народного эпоса Урал-Батыр совпадает. Это указывает на возможность сохранения и ретрансляции мифологических представлений древних предков башкир с конца палеолита до современности, считает ученой. Это означает, что башкиры формировались как народ на Южном Урале, впитав в себе культурной традиции мифологию древних предков. В первом тысячелетии нашей эры происходит процесс консолидации древних башкирских племен в этнос под названием Башкор. Уже к концу первого тысячелетия на Южном Урале четко фиксируется народ Башкор. В XII веке арабский географ Идреси упоминает страну башкир с городами Каракая, Касра и Масра, расположенных по реке Агидель. На европейских картах XIV-XVI веков на месте нынешней Уфы обозначен город Башкор, который, по мнению ученых, являлся социально-политическим центром средневекового Башкортостана. В XIII веке башкиры вошли в состав империи Чингисхана. В отличие многих завоеванных народов, они сохранили самоуправление, что было подтверждено ярлыком на вотчинное владение землей. После распада Монгольской империи башкиры находили в составе Золотой Орды, затем Казанского ханства, Сибирской и Ногайской Орты. После падения Казанского ханства башкирский народ принял российское подданство. Русский царь Иван Грозный сохранил башкирам их вотчинное право, выдав им жалованные грамоты на владение землями. За это башкиры обязались платить ясак и нести военную службу. Начиная с эпохи Ивана Грозного, в течение 450 лет башкиры участвовали почти во всех войнах и походах России. Башкирская конница участвовала в Ливонской войне против набегов крымского ханства. В начале XVII века, в период смутного времени, башкиры в составе отряда воевода Алябьева, ополчения Минина и Пожарского, участвовали в изгнании из Москвы польских интервентов. Однако, во второй половине XVII века царское правительство начало вести политику нарушения вотчинного права башкир, активной колонизации края, что привели к народным волнениям. После каждого восстания царская власть подтверждала вотчинное право башкиры на землю. XVIII век стал эпохой самых масштабных народных движений в Башкортостане, направленных на защиту прав коренного населения. Оно стало ответной реакцией на активную политику колонизации Башкортостана и нарушения вотчинных прав башкир. «Они, башкиры, одни во всем нашем государстве владеют землю на вотчинном праве. Им в другом месте нигде даром земли не дадут, и даже у казаков земля казенная, им не принадлежащая», – писал оренбургский и самарский генерал-губернатор Визак. Башкирские восстания вынудили царские власти сменить политику. В 1788 году было учреждено Духовное управление мусульман России, которое расположилось в Уфе. В Башкортостане была введена кантонная система управления. Башкиры получили статус военного сословия. Начало XIX века ознаменовалось широким привлечением башкир в наполеоновские войны. В период русско-прусско-французской войны было сформировано 20 башкирских пятисотенных полков. Французы впервые узнали о Северных Амурах. Через пять лет с началом Отечественной войны вновь башкирские полки встали на защиту Родины. В составе русской армии победоносно вошли в Париж. Кантонная система управления легла тяжелым временем на плечи башкирского народа. Жесткий военно-административный контроль и ограничения, сокращение вотчинных земель привели к экономическому упадку и обнищению башкир. С другой стороны, кантонная система способствовала консолидации башкирского народа. К началу 20 века появление в Башкортостане мусульманских высших учебных заведений способствовали формированию передовой башкирской интеллигенции. Башкирская элита, башкирские дворяне, теперь получала образование в ведущих вузах России, из среды которых вышли общественные и политические деятели военные. Февральская революция от 1917 года открыла возможности нового развития башкирского народа. В этом году возникло национальное движение за территориальную автономию Башкортостана. К этому движению подключились все слои башкирского общества. Ключевую роль в нем сыграла передовая башкирская интеллигенция и дворянство. 15 ноября 1917 года была провозглашена автономия Башкортостана. В декабре на Всебашкирском учредительном съезде в Оренбурге сформировано первое национальное правительство. Однако противоборство большевиков и их оппонентов в масштабах страны переросло в гражданскую войну. Башкирское правительство оказалось в лагере антибольшевистских сил. В условиях войны единственным гарантом функционирования автономии стало создание собственных вооруженных сил. Многовековые воинские традиции и опыт военной службы башкирам позволило за короткий срок создать национальное войско. В разгар гражданской войны благодаря собственным вооруженным силам башкирскому правительству удалось прийти к соглашению с советской властью и сохранить автономию. Образованная автономная Башкирская Советская Республика стала первым и единственным субъектом РСФСР, созданным по взаимному соглашению. Однако в 1920 году декретом ЦИК и СНК РСФСР автономные права Башкирской Республики значительно были урезаны, что привело к обострению политической обстановки в Башкортостане. В 1922 году усилиями Совнаркома БАССР к автономии были присоединены западные башкиры на территории Уфимской губернии, где проживало больше башкирского населения, чем в Малой Башкирии. На Восьмом съезде Советов СССР руководством Башкортостан был поднят вопрос придания БАССР статуса союзной республики, однако было отказано. В годы Великой Отечественной войны Башкирская ССР стала надежным тылом, обеспечивающим фронт военными ресурсами. Сформированная усилиями правительства БАССР 112-я башкирская кавалерийская дивизия стала поистине высшим проявлением беззаветной службы родине башкирского народа. 112-я башкирская кавалерийская дивизия покрыла себя неувидаемой славой, став единственной в Советской кавалерии соединением по числу Героев Советского Союза. Советский период стал для башкирского народа периодом становления и развития национальной культуры, искусства, литературы. Вместе с тем социально-экономические интересы и особенности БАССР не учитывались. Игнорировались потребности комплексного развития региона. Была слабо развита сфера социального обеспечения населения. Перестройка, начатая руководством СССР, задала новый вектор развития страны. В БАССР зародилось башкирское движение, выступающее за экономическую самостоятельность республики, которое привело к принятию Декларации о государственном суверенитете БАССР. Постсоветский период ознаменовался экономическим и социально-политическим развитием не только башкирского народа, но и Башкортостана в целом. Сегодня Республика Башкортостан является динамично развивающимся национальным субъектом Российской Федерации. Республика Башкортостан